добрый день дорогие друзья хотя уже наверное вечер еще светло все кажется что еще не вечер мы рады сегодня пригласить вас на молодежное общение молодежь уже собралась еще подходить братья и сестры молодые мы желаем сегодня с вами пообщаться пусть бог вас благословит у нас работает и чат и на сайте можно писать свои вопросы или же какие-то предложения но к сожалению всегда все быстро доходит мы будем надеяться что эта возможность у наш у нас в этом общении будет и затем мы будем ее развивать но сегодня у нас интересная тема эволюция сотворения и конечно же в начале нашего общения мы помолимся но перед этим еще напомню марат если вы сегодня с нами как и обещал подготовить ответ на ваш вопрос я думаю что сразу его после молитвы мы озвучим чтобы вы имели сегодня возможность это знать и слышать а сейчас мы помолимся благодарим господь за эту милость которую ты нам даровал в этот час ты собрал нас свое имя свое благослови наше общение дай нам силы благодати и милости твоей ибо любим мы тебя и вждемся на тебя господь также позже мы желаем чтобы все кто присоединился к нам они почувствовали и нашу любовь и главное твою любовь то есть они это осознают благодарим тебя за все твои милости вечный бог отец сын и дух святой аминь отче наш сущий на небесах засвятится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не введи нас на искушение но избавь нас от лукавого ибо твое есть царство и сила и слава полете аминь но вначале ответим марату марат нам задавал вопрос свет не мне о том я надеюсь вы не ждете от меня ответа биологического да научно понятно что я отвечу как слой более написано как библии написано информация которая у меня есть ну вообще конечно есть разные теории есть теория что люди вообще были сразу черные да и даже такая как бы притч она молчаны вот дома нет но я ее рассказываю была притча что все люди все все люди были черные изначально бог сотворил и вот было озеро было озеро значит наполненное специально значит такой водой и кто нырял в это озеро тот соответственно и становился белым и вот пришли все народы значит поныряли в это озеро стали белыми а с африке им дольше символы идти пока они дошли значит озеро уже практически и не было то есть нужно стало маленьким неглубоким и вот они заходят в это озеро но уже на грудь то некуда только небольшая лужица и они зашли так вот ступнями и руками хотели а воды не было в итоге что у людей которые в африке живут у них значит ступня розовые руки и ладошки то есть вот такая как бы причина это конечно понятная притча момент рассказ а на деле да на деле творение позже и я подготовился обречу ваше внимание после потопа после потопа надо понимать что до потопа негров быть не могло да вообще что такое нет как перевести его чёрт 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 сейчас в африке снега вообще нельзя называть афроамериканец афроамериканец но это них нельзя акта и я извиняюсь я извиняюсь и как мы обещаем мы будем молиться сегодня мы будем тоже молиться за америку много человек у нас с америки благословит поэтому тогда давайте да будем у нас то можно называть у них нельзя поэтому раз у нас сегодня много с америки значит афроамериканец а то может они действительно афроамериканцы сейчас как услышат как вот ведь а наши еще и братья наши все-таки выходцы из россии приятно что вы нас смотрите сейчас пусть бог вас благословит но а мы конечно же не будем смущать чтобы действительно не ваши соседи не услышали кто-то на нас не имел никаких проблем мы будем держаться и тара по афроамериканцы даже это и интереснее то есть понятно откуда люди переехали и в эту страну так вот вообще по сути своей конечно же мы должны видеть что вот это разные народы и мы сегодня прочитаем место священописания то есть до время до потопа да вы помните над землей в том числе была вода и соответственно вот этот ультрафиолет он задерживался то есть загореть никому было не было возможности парниковый фиолет это давало что защита от радиации до народе плодородия и животные да были то что кислорода было много люди и люди были большие я за просто на да и сам и в общем-то и животные были другие динозавры и крупные животные то есть это вся растительность и животное животный мир это был до потопа то потом этот период период нашей земли потом когда вода которая была над землей она опустилась на землю она опустилась на землю потом кстати вот люди спрашивают но ведь написано что вода поднялась над вершинами гор да то куда потом-то делась ведь она по сути под делах даже над горами а сейчас где она все это вода так вот часть испарилась часть в небо часть земли насчет испарений это слишком было бы долго ожидать она же убывала очень быстро вы помните а дело вот в чем дело в том что очень много воды под землей именно верхних слоях земли очень много воды вот приводится пример допустим каспийское море у нас есть большое каспийское море а под ним воды три раза больше то есть каспийское море но его потом идет пласт каменной земли и там идет слова вода ее в три раза больше чем само море эти три каспийских моря под каспийским морем это чтобы вот так вот было понятно уже сравнение куда вся вода делась так вот теперь открыто солнце да где солнце но где-то жарче где-то не очень вот и мы читаем уже после бытие 10 глава после потопа что происходит сыновья мой сыновья мой 7 и афет хам да и и мы читаем бытие 10 глава 30 стих вот племена сынов ноевых по родословию их в народах их от них распространились народы на земле после потопа а куда распространились народ то есть куда направились сыновья и какие народы 7 от сима происходят евреи арабы и вот эта вся часть где ирак иран афганистан то есть так они называются аксимиты да вот эта вся часть это от сима 7 до слышали и афет а ты афета это народы и индии и европейская вся часть вся европейская с индии европейская сеть хам вот как раз от хамата и произошли вот эти все народы из темнокожие эти все народы даже хам переводится по-разному даже время хам уже переводится как как жаркий или смуглый жарки смуглый вот так переводится некра негра слова не так нет ни негра негро 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 слово переводится черный негро испанский наверно да видимо так первого появилась а вообще это конечно но победливать мечтам где они распространились во всех этих народах если только 7 ты в основном слов 7 ты они остались как бы вот одного такого коричневатого цвет а вот допустим и афета от светлого до коричневого а вот от хама от белого до такого совсем темного цвета азиат и азиаты я понимаю что индусы народа они туда ушли азиат и ванны другие даст классы японцы китай нет азиаты и дети те же самые всего японники но я думаю распространяйся уже дальше эти народы то есть вообще жили-то компактно это потом как уже пошло распространение то есть мы то здесь видим да вы не забывайте что когда они разошлись у них что было вообще-то язык да правильно у них был язык общий но мы все-таки отвечаем на вопрос откуда афроамериканцы темно темно кожи по биологическим это конечно пигмент который вот так бог сотворил человека что у него есть защитная меланима называется он подкожно находится у человека и кожа вот когда человек идет загорать и все постепенно вот этот меланим он темнеет и это защитная защитная функция на человек сгорел бы и люди которые иногда вот приезжают с северных территорий на юг отдыхать летом они как сразу в море-то оп на пляж они даже не понимают что солнце разное и через некоторое время у них просто ожоги натуральные ожоги очень серьезно поэтому защитная функция вообще господь очень хорошо человека сотворил не очень много защитных функций и даже узнаете там люди которые попадают в какие-то аварии и так далее вырабатывается адреналин там защитные вот эти все функции то есть блокируется боль блокируется это и вот здесь выступает вот этот меланим он подкожно находится у всех людей и я еще одно интересно особенно скажу вот некоторые считают что все-таки я употреблю это слово негр почему потому что негра изначально было это слово да это сейчас просто в америке перри иначе так вот негры не только черные оказаться негры есть и белые вопрос в коже то есть иногда бывают сюда по волосам по по разрезу глаз по губам и так далее они могут быть негры негры а смогла не пост а да но они не будут черные они будут смогу загорел вот то есть в этом отношении это тоже очень интересный момент но мы верующие люди мы смотрим на творение божие и вот бог сотовил так человека совершенно видите что даже при нахождении вас в каких-то сложных вот такие климатические условия человека тактировался и дальнейшем уже этот покров это кожа передавалась уже и дальше всем рожденным иначе получается как в том анекдоте господи игре зачем я черный черная кожа что теперь чтоб тебя не полило солнце всем лет у меня короткие кудрявые волосы что ли она не зацеплялись а зачем я в киеве то живу чем в киеве тоже живу тогда там родился киеве то есть даже человек который уже дальнейшем он находится городе где нет такого солнца но вот это кожа уже ее составляющая не остались в этих народа именно в народах почему мы читаем в библии именно о народах мы не читаем конкретном человеке потому что вы сейчас поедете в африку загорели вы что 23 негров что ли нет и есть мы сегодня говорим конкретно о творении во время в отношении людей а народов они в отношении конкретно каждого человека и вы сегодня представляете какой-то народ то есть легко это народ вы сегодня представляете о вас есть свой цвет кожи которые в общем-то были представляете я думаю что большинстве мы сегодня все европейцы европейцы то есть и а это произошедшее вот ну вроде ответил нет что-то еще можно тут добавить хорошо но наша тема сегодня сотворение наша тема сегодня как все произошло многих беспокоит и многие многих многим сегодня интересно интересно в плане развития развития дальнейшей многие смотрят на небо звездное и ждут новостей года сам начале библии мы читаем начали сотворил бог небо и земли даже было безвидно и пусто из манат бедный и в пользу на сердце и сказал бог да будет свет и стал свет и увидел бог свет хороший отделил бог свет от тьмы и назвал бог свет днем отму ночью и был вечер и был утро день пьер и сказал будет искал бог да будет тверд посреди воды и до отделяет она воду от воды стало так и создал бог цвет я делил воду которая на твердь от воды которая который он твердь и стал как его зал бог твердь небом и углябой что это хорошо и был в Вечер и утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша, и назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастет земля, зелень, траву, сеющую семя, породу и поподобие ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, которым семя его на земле. И стало так, и произвела земля, зелень, траву, сеющую семя, породу и поподобие ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, которым семя, его порода его на земле. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да буду светило на Тверде небесной для освещения земли, и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на Тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так, и создал Бог два светила великих. Светило большое для управления днем, и светило меньше для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на Тверде небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем, и ночью, отделяя свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день, четвертый. Ну, на этом мы пока остановимся. Как видите, из Библии творение Божие начиналось с чего? С энергии, свет. Энергия, потому что многие сегодня свет ассоциируют с солнцем. Ну, в общем-то, правильно, но обратите внимание, сегодня люди любят сохранять энергию. И если сегодня на дворе уже темно, то энергия поступает как раз не от солнца, она поступает от электричества. Вас ведь это не удивляет, что вы сегодня имеете возможность пользоваться электрическим светом, да? А вы никогда не зумовались, откуда электричество? Ведь до сих пор ни один ученый не мог объяснить, откуда берется электричество. Никто не может объяснить. Могут объяснить простой формулой, что ток – это порядочное движение электронов. А почему они так двигаются? И откуда взялось поле, которое их содержит? Почему они не разлетаются? Почему они именно движутся? Почему они в поле в этом находятся? Вот этого объяснить никто не может. Хоть сколько умов, сколько людей умных, никто не может это объяснить. А знаете, почему не могут объяснить? Потому что то, что Бог открыл, то, что люди сегодня пользуются, до сих пор многое остается тайной. Многое остается тайной, люди вроде не понимают, насколько Бог творец. И вот самое изначальное – это энергия, это то, что Бог дает. Дает энергию, созидание. Энергия созидает. Сегодня люди ведь знают, что нужна энергия, она созидающая. То есть это движут машины, механизмы и так далее, и так далее. Ведь любая техника, она для созидания. Хотя люди иногда делают эту технику для разрушений. Но в большинстве все-таки техника для созидания. Вы это знаете. Но в какой-то мере, может быть, люди это и не создают, что техника сегодня помогает и развивает. И, в общем-то, если бы не было сегодня столько техники, я не знаю, успевали бы люди обрабатывать столько земли, и сельское производство. То есть могли бы люди, успели бы физически обеспечить все себя и других продуктами питания. Сегодня техника заменяет человека, и продукты питания сегодня не являются, пока не являются проблемой для большинства населения. Хотя в каких-то частях мира до сих пор есть гол. Но в большинстве части, и Европейской, и Америка, и другие развитые экономические страны, где есть много энергии, они не мучаются проблемой питания, вещей и так далее. То есть это возможности у человека в полноте. А Слово Божие нам что говорит? Имея одежду и пропитание, это есть основное Божье, Божья забота человека. Имея одежду и пропитание, будьте довольны, говорит Слово Божье. То есть Господь заботится, и это от Нему. Другой вопрос, то что люди берут сегодня энергию, посмотрите, берут нефть, производят бензин, используют нефть, люди не могут синтезировать, до сих пор нет такого, искусственная нефть. Ее же не продают, искусственная нефть. Всю нефть берут из недр. Понимаете? То есть создать нефть не могут. Могут из нефти бензин сделать, а нефть создать не могут. Это вот в этом отношении, если кто-то сегодня пытается доказать, что все эволюционировало, и все, дескать, сделано людьми, или само собой, это, конечно, не имеет под собой никаких оснований. Но вот сейчас у нас здесь молодежное общение, давайте спросим у молодежи, как вы понимаете первый вопрос. Энноплантияне есть? Все задумались. Тут вариантов два всего. Хотя нет, еще третий есть вариант. Не знаю, да? Это я, да? Третий вариант, это я, инопланетянин. А так-то вроде два варианта ответа, и есть, и нет. Но у кого есть? Кто может доказать, что они есть? Ну, доказать никто не может, наверное. Ну, хотя бы, как бы, не то, что доказать, хотя бы... Ну, по всей видимости, есть, но не в том представлении, в котором большинство людей представляют. А что сейчас видят? Вот тарелки всякие, зеленых человечков? X-файл, чтобы смотрели с возможностью. Вот видят кадры, представляют гуманоиды. А то, что видят, либо половина воображения, либо... либо эти... духи какие-то нечистые. А вот, кстати, да, бесы многими являются, если часто люди, даже, кто, наверное, нас смотрит из неверующих, наверное, с ними встречался, их иногда называют домовыми, там, ты знаешь, такое небольшое волосатое существо. Это вот бес. И... Наверное, демон, да? В таком виде предстает. И вот, некоторые люди это видели, видят. Ну, а так, конечно, когда человек уже полностью одержим злом и спиртное его полностью захватило, вот эти нечистые духи алкоголизма, то зачастую люди видят много, там, и так далее. Ну, да, мы с вами делаем горячки, да? Горячки. Нет, ну, мы давайте вернемся в галактику, там. По галактике пройдемся. Так, вот там сестры сидят, они точно знают про галактики. Давайте у них спросим, там, в самом здании. Давайте, как? Возможно, инопланетяне есть. У них тоже боксы тут. Но мы их увидим. А потом? Увидим? Потом, возможно, увидим. После окончания земной жизни. Хорошо. Так, камеру в ту сторону. Сейчас там скажут, что нет инопланетян. Нет, туда-туда-туда-туда-туда поворачивай. Там Альберт, ты. Алеша, Аня, Ирина. Ирина тоже готова обрехать? Нет пока еще? Ну, с Альберта начнем. Я тоже считаю, что есть инопланетяне. Потому что во всей Вселенной не можем только мы одни жить. Что Бог дать, еще кого-то сотворил. А наш статус по отношению к ним? Как там говорят? Братья по разуму? Вот наш статус. Мы с ними встретимся. Некоторые говорят, они нам дадут технологии. Мечтатели, да, фантазеры. Но наш-то статус по отношению к ним. Если по Слову Божьему, то мы должны быть священниками и царями. Но надо полагать, что у них, у этих иноземных существ. Так, вот на диване сейчас у нас тут возникло мнение. Ну, хоть кто-то скажите, что нет. Давайте. Для раздражения. Для раздражения. А за сказки говорили. Давай, кто-то скажет. Нет. Нет, почему? Есть. Нет. Никакого конфликта. Как-то не конфликтуем. Что бы так доказывали друг другу. Другие галактики. Я почему ведь это как бы у вас спрошу? Потому что я долго думал, что их нет. Я долго, будучи верующими, почему-то был братью пиздев, что их нет. Потому что Бог только нас сотворил. Только мы. И так далее. И когда читаешь вот Слово Божие, вот то, что я вам прочитал, вот все ведь о нас, о земле и так далее. Но сейчас, сейчас, что происходит? Сейчас очень много новых открытий. Очень много новых открытий. Все сейчас вот открывается и очень серьезно открывается. В интернете можете прочитать. Одни из главных открытий, изменений вот того, что учили нас в школе. Чему учили нас в школе. Вот Солнце. И вокруг этого Солнца вращаются 9 планет. Каждый по своей орбите. Вокруг Солнца. Открытие прошлого года показывает, что планеты 10. И не все вращаются вокруг Солнца. Есть планеты, которые вращаются абсолютно сами по себе. И в дальнейшем самое-то интересное открытие, которое научно уже открыли. Вот эти орбиты у всех планет там, Меркурия, Плутон, Юпитер и так далее, Венера, они сокращаются, они стягиваются к Солнцу. То есть они как бы приближаются к Солнцу. Смотрите. Понятно, это не так заметно в таких больших пространствах, но замеры-то произвели, и они стягиваются, стягиваются к Солнцу все, кроме Земли. Земля остается строго на определенной орбите. И здесь мы прочитали с вами, что Солнце-то как раз и Луна, созданная для освещения, для Земли. То есть вначале была Земля, а потом Солнце и Луна. А то некоторые подумают, что как бы Солнечная система, а то вначале Солнце, а потом все остальное. И это уже научные факты. Это не наши какие-то религиозные решения верующих людей. Это научные факты. Сегодня с этим уже не поспоришь. С этим не поспоришь. То есть то, что люди доказывали на период вот этих всех десятилетий, столетий, веков, оно не является реальным, настоящим. И далее. Техника позволила сегодня разглядеть кое-что. Построен большой телескоп в Америке диаметром 2 метра. И также Хаббл, который летит. Сейчас еще новый готовят к запуску. Потому что понравилось смотреть. То, что они видели раньше. И вот телескоп Хаббл, который летит, и этот новый, на Земле большой. Что показали? Ученые, астрономы, которые посмотрели эти телескопы, да? Они знаете, к какому решению пришли? Вот парадоксально. Парадоксально они пришли к решению, что Бог все сотворил. Что Бог все сотворил. Как они это, к чему они пришли? Потому что они увидели, что Солнечная система наша закрыта шторками. Почему мы дальше ничего не видим? Потому что она закрыта как шторками. Как шторами закрыты. Эти шторы не пропускают ничего из Вселенной. Абсолютно ничего. То есть наша галактика абсолютно закрыта. То есть как святое святых было. Вот творение Божие. Правильно внимательно читать Библию. Вот святое святых было закрыто. Закрыто от всего. Никто не мог проникнуть. И вот в храме. Занавеса. И вот эта занавеса сегодня тоже отделяет Вселенную от нашей Солнечной системы. И вот этот Хаббл-то, он немножко там пролетел. Они в щелочку-то заглянули за эту закрытую-то, да, шторку-то. И что увидели? Они увидели огромное количество планет. Цвета, которых они до Земли не встречали даже. Абсолютно другие цвета. И так далее, и так далее. То есть они увидели, и ученые, которые туда посмотрели, и знаете, что сказали, и сказали, точно там живут. Точно там кто-то живет. То есть вопрос, вопрос все на. Почему это сейчас недоступно людям? То есть мы закрыты от них, и они закрыты. То есть мы от них, и они от нас. То есть мы друг от друга закрыты. Все ждут. Они-то знают, наверное, о нас. Хаббат знают? Да. Тоже в дырочку смотрели? Нет, почему-то. Нет, почему-то. У них же никакого нету планеток, поэтому знания, наверное, есть у них полностью. Но они нас ждут? Ну, знают, наверное. Я думаю, что они нас ждут. Почему? Потому что, скорее всего, они ждут нас, как, правильно, Татьбер сказал, царей и священников, то есть для управления, для... Потому что мы будем представлять Творца. То есть статус очень серьезный. Статус очень серьезный, представлять Творца. Вот вы можете себе немножко даже понять, даже поймите немножечко, я не говорю уж очень много, но хотя бы немного поймите. Вы никто и ничто на этой земле, но Бог избрал вас для того, чтобы вы были там всем. Им были. Вот это люди не могут понять. Когда нас называют христианином, почему нас так называют христианином? Почему не называют нас верующие, набожники, молитвенники? Как еще можно нас называть? А именно христианин называют. И нам это нравится. Потому что это отображает, что мы походим на Христа. То есть мы походим на Христа и, соответственно, у нас есть вот в этом отношении похожесть, похожесть на Него. Мы дети Божьи. Это очень важно, это очень ценно и это нужно понять. А в чем наше подобие? Вот если мы подобие Божие, в чем это подобие должно проявиться? Вот для этих планет, для этих людей. Не люди их назвать? Тоже. Населяющих эти планеты. В чем подобие Божие для них проявится? Ну, столько, что мы похожи на Христа. Я беру в эту сторону. То есть, так как мы похожи на Христа, поэтому Бог нас туда пошлет. Зачем? Зачем? Зачем пошлет? Похоже, наверное, в мудрости. Управление. Управление. Мы с вами походим на Христа в чем? Он что победил? Он смеет победил. И эту победу он передает нам. То есть, более, мы перестаем. Кто во Христе, тот не грешит больно. То есть, он не должен грешить. Живёт другая жизнь. Это серьёзный выбор. Это очень серьёзный выбор. Это серьёзная победа. Это серьёзное действие в вашей и моей жизни. И вот теперь мы увидим будущее, которое приготовлено. И оно приготовлено Богом. Ибо Господь говорит, я иду приготовить вам место. То есть, я вам иду приготовить место. Но тогда, кто будет жить в Небесном Иерусалиме? Человек не ограничен. Поймите, временем и пространством будет. А то некоторые думают, что вот как сейчас на поезд сел, и там сутки едет человек. Я уже рассказывал, как я однажды сел на поезд. Хабаровск, Москва. Он мимо проезжал нас. Я зашёл в огонь. Там бельё сушится в проходе. Дети играют. Они уже там суток шесть едут. С Валим играют. Я не знаю, как я играю. Я был вообще в шоке. Ну мы привыкли, что тут сели, проспали, ты уже в Москве. А там люди сутками едут. Я говорю, вы на самолёте, ты не могли? Это дорого. А многие бюджетники, не бюджетники, а эти военные, там ещё кто-то. Как говорят, плачут, что как будет. Даже наша страна, вот долгие какие-то пересечения. Ограничен человек временем, пространством. А в дальнейшем, мы же не будем этим ограничены. Мы будем совершенны. И вот это перемещение, оно будет очень такое понятное и интересное. Я помню, тогда учился в институте. И на первом курсе. И только-только вышел фильм Кинза-Дза. Мы сбежали с лекций смотреть. Ну да, представление о инопланетянах. Другую жизнь. И вот в этом-то отношении, конечно, все размышления. Кстати, многие фантасты, многие фантасты, они получали очень серьёзные откровения. Писали это, всё описывали. Но даже самое интересное, это откровение. Циолковский, который верил в Бога, он был ограничен слухом. И вот он был замкнут, как в этом мире только общение с Богом. С людьми было ему трудно общаться. Представляете, ещё тогда даже самолётов не было, хотя он же дал вот это всё. Бог, вернее, через него дал. Он пишет о Венере, он описывает атмосферу Венеры. Даже ещё самолётов не было. То есть вот Бог открывал это всё, открывал своё творение, открывал эти все пространства. И, в общем-то, это достаточно интересно. А некоторые, вот я тоже прочитал, вот в Англии, вот это была передача, там, где детей телепузики-то бегали, когда что-то придумали. А? У нас тоже, ладно. Нет, это английская программа, просто перевели её на нас. Они, знаете, что им разрешали, этим сценаристам наркотики потреблять? То есть они в этом вот наркотическом угаре... Раздавали. Да. То есть в наркотическом угаре вот они писали вот это всё. А потом привыкли и перестали, да? А? Привыкли и перестали сочинять. Вот как-то, видимо, да. Ну, там, понятно, лёгкие были наркотики, не такие же, глобальные, но они её там покуривали, там, и своё воображение они выносили это всё на экран телепузикам. Ну, потому что здравому человеку, конечно, это в голову не придёт. Вот. Такое особенно заторможено здесь повторение в несколько раз. Ну, вот, как бы это всё разрешалось. Как помочь людям, которые верят, что они произошли, это обезьян? И упорно в это верят. Ну, сейчас более стало модно, что произошли... Сейчас компьютеров просыпать. Нет, обезьян, инопланетян, там, я не знаю. Взрыв. Ну, как там? Ну, что там, взрыв там произошёл? Одна из теорий. Нет, ну, всегда ведь интересно там. Вы ведь... Все всегда говорили, вот Дарвин, вот Дарвин. Так Дарвин в конце жизни от этого отказался, и вообще теорию, когда он начинал её всю из лакии. Дарвин-то что писал? Вы повнимательнее это прочитайте. Дарвин, он не был против Бога. Он, знаете, что... Он что не понял? Он не мог объяснить, вот, если мы с вами прочитали, один день Бог создал, это один Бог, это день и так далее. И люди говорили, как это один день-то? Разве в один-то день вот всю землю-то сделала, что ли? То есть мыслие это было абсолютно человеческое. И вот Дарвин, он решил это объяснить. Он говорил, что Бог вот создал, а потом это всё эволюционировало. Вот, да, и вот появилось вот это. И вот так. То есть он как бы решил помочь понять Бога. То есть всё, эволюции перешло. А в дальнейшем, когда уже все схватились, начали спорить и так далее, Дарвин уже в конце жизни от этой теории, конечно же, отказывался, потому что он понял, что её извратили, когда схватили за эту теорию и брали Бога. То есть он так говорил, от Бога всё началось, всё, Бог дал. А люди схватили, говорят, ну а не надо, про Бога неинтересно. Вообще учёные люди как-то не любят быть ведущими, обратите внимание. И сегодня, если вот кто нас слушает из других городов и церквей, сколько у вас учёных в вашей церкви? Профессоров? Кадемиков? Или даже доцентов? Сколько? Ноль! Ноль! В большинстве ноль! И это правильно! И это верно! И так Слово Божие говорит! Много ли среди вас и богатых, и знатных, и учёных? То есть вот не могут эти люди свой разум отбросить. И вот показывали одного учёного, которого там что-то много открыл, и так далее. Он до последних своих дней вот он жил, был атеистом. И мы всё говорили, ну приди там, покрестись там, или ещё что-то. Нет! И даже с врачами очень трудно. Вот я сколько ходил с врачами беседовать, они вот упираются, и всё. Резали, ничего не нашли, души нет. Ничего там нет. Очень сложно, очень сложно. Поэтому, если у вас в церкви есть какой-то человек образованный, там, доцент, академик, профессор, я за вас очень рад, это победа. Ну, большого цвета, конечно, нет. Этого нет, потому что разум, разум, люди. И вот по этой теории туда, наверное, они схватили, вот как бы, и это... Да что, как помочь людям? Почему так это беспокоит-то? Их ведь, может, знаете, что беспокоит? Беспокоит то, что... Ну, когда я скажу, что Бог сотворил как-то... Сказал, ты что, верующий там, с бабушками, да, с какими-то там... Ну, да, свечки подъедал, ходишь, ставишь. То есть, и поэтому, может быть, многие... Ну, как-то от этой теории там, да? Чувствую, что вроде правильно, да? Давайте, как у меня мой же одноклассник, он говорит, ну, я, говорит, вот понимаю, что нет, обезьян, но не хочу соглашаться, что от Бога. Чем проще, тем сложнее, именно. Давай, говорит, вот от высшего разума. Вот к этому вот пришел, вот от высшего разума. Он и не хочет от обезьян, и от Бога не хочет. Ты как агностик, да, получается? Умное слово, да? Он не верит, и не атеист. Чего за слово? Кво-слову. Агностик, он и не атеист, и не верующий, что это такое, нечто среднее. И не отрицает, и не... Каких-то новых слов не узнаешь на молодежном собрании. Да, это так. Люди стали такими, но как им помочь? Вот как бы вы, чем бы посоветовали людям заняться? Вот я советую одному в спокойном районе города или на своей даче выйти вечерком поздно ночью, когда уже темно, и только звезды на небе, поднять свою голову в небеса и постоять, посмотреть туда минут 15-20. Вы многое поймете. Вы многое поймете. Здесь очень много примеров. Здесь очень много примеров. И даже, знаете, хороший пример, когда... Это исторический пример. Наполеон на корабле плывут. И у него, значит, с ним высшие офицеры там. И они такие... Един из них молодой парень, вот такой. Никого Бога нет. Все тут это неправда и так далее. Наполеон говорит, ну-ка, иди-ка сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди, ночью. Иди сюда. Поднимай голову. Поднял голову взлету. Кто это сделал? Ты говоришь, Бога нет. А это откуда? И вот так вот Наполеон воспитывался. Он чинил. Он верил в Бога? Да. А почему? Что тебе это так удивляет? Сейчас с Крым сравнивают. Что, мол, они похожи. Для многих вы скажете, что Наполеон – это известный политический, военный деятель. Просто у нас, смотрите, воспринимается немножко по-другому. Как враг. Да, как враг. Поэтому всяко-всяко-всяко. Да. Это мы и называем торт Наполеона. Торт – наш враг. Надо его съесть. Кто держит бед, наполеон. Или пирожное даже Наполеона. Кстати, мне нравится. Я любитель этого пирожного. В отличие от других. А на которых тоже Гитлер почему-то не любил. В этом отношении, конечно же, как помочь-то, как помочь. Вот мой совет такой. Посмотрите. Спокойно только сами. Сами посмотрите и задумайтесь, кто это все сотворил. И прочитал, что в начале было слово. То есть это сила, энергия. Он сказал, да будет свет. То есть это слово, энергия вышло. Да будет свет. Ведь у Бога рта нет. Правильно это? Уже не представлено было видеть человека. Ну, как он тогда говорил? Значит, это вот. Эта энергия сопровалась. Сопровалась. Ну, рука была. Конечно же, это большая сила. Это творец. Не надо. Один верующий брат у нас есть. Он преподаватель. Кстати, вот в Америке у вас. Преподает в одном из университетов. Он как раз, знаете, занимался вопросом сотворения. Он говорит, я тоже раньше был, знаете, вот теория, говорит, такой, что не все сразу. Как люди говорят, миллионы лет. Отслаивалось все, наслаивалось. И люди как там откопали и что-то там. Миллион лет, капли. О-о-о-о-о. Ладно, миллион, миллиарды. Да, миллиарды. О-о-о-о. Земля молодая. И 7 тысяч лет нет еще. Но, он говорит, я очень, знаете, не мог понять, как водить до 9. И вот однажды я, говорит, попал на экспедицию, и там был вулкан. И там был вулкан. Я, говорит, подошел к этой... Только что, говорит, извержение было буквально, говорит, за день, за два. Я, говорит, подошел. И, говорит, вот эта порода вот так вот лежит, отслаивается. Я, говорит, спрошу, когда извержение это было? Да и вчера. А там, говорит, вот порода вот так уже вся лежит. Которую люди берут, говорят, миллиарды. Миллиарды, говорит. Я, говорит, понял, что вот как написано в один день. В один день. Никаких миллиардов не было. А как люди доказывают? Они говорят. Вы не спорьте с нами. Научно доказано. Они берут, значит, распад. Чего там? Я уж не помню. Какого-то... Радиоактивного вещества. Да, радиоактивного вещества. Они говорят, вот оно распадается столько, в итоге, вот сколько здесь его в земле, столько и оно и распадается. Откуда вы знаете, сколько оно распадается? Это то же самое, как фермер, который взвешивал свинью. Он говорит, я хочу узнать, сколько весит моя свинья. Весов нет. Нашел, значит, камень. Положил, значит, доску на него. На одну сторону связал свинью, положил. На другую большой камень. Выровнял. Теперь я знаю, свинья весит большой камень. Все. Вот так же и ученые говорят. Уран, уран там распад. Вот, столько распадается. Откуда вы знаете? Вы что, жили миллиарды лет, что ли? Перед вами все распадалось вместе с вами? Ну, кто-то придумал это, кто-то вот придумал, это всем доказывает. Нормальные ученые, верующие. Они говорят, вот как написано в Библии, так и все произошло. Так и все произошло. Находят динозавров. Все кости вместе в одном... Они говорят, что кладбище, что ли? Да, то есть они ходили умирать в одно место, что ли. А потом, когда по рельефу-то посмотрели, по рельефу-то посмотрели, туда стекалась вода. То есть как воронка была. То есть во время потопа они стекались на дно по определенным местам. То есть все абсолютно объяснимо, согласно слову Божьему. Все объяснимо. А те люди, которые сегодня схватились за теорию Дарвина, от которых он сам отказался, лишили себя главного. Возможности увидеть творение Божие. Увидеть себя как творение Божие. Увидеть все вокруг как творение Божие. И доверить Богу, Творцу, свою судьбу в дальнейшем. Вот вы увидели здесь молодежь, которая не верит, что они предоставили обезьян. А, видимо, есть кто-то, кто еще до сих пор этим живет. Хотя, наверное, хуже не живут этим, но так. Да, кстати, уже научно доказано, что это нереально. ДНК разное. То есть ДНК разное. Запас бананов. Скорее, ДНК. Чего? Банана? Банан? Банана. Молодой человек сейчас. Дуба сейчас нам дает новые ориентиры в развитии общества. Нет, я с тобой абсолютно согласен, потому что иногда вот людям говоришь, я чувствую в их ушах бананы раз. Мы их говорим, говорим, а у них что-то ушах. А теперь, когда ты сказала, вот я сразу понял, у них бананы в ушах. Их не видно, правда? Я, видимо, из бананов в ушах у них. Слово Божие говорит, имеющие уши, да услышит. Вроде они у них есть, но, видимо, они их из бананов имеют. Правильно говорят, бананы в ушах у тебя. Размеры, да, наверное, не совпадают. Но многие не слышат, не понимают. Так, нам пишут чат-то, нет хоть? Может, я и писать не умею? В банановых руках. В банановых руках. Да нет, мы шутим, конечно. Мы нисколько не хотим вас обидеть. А надо шутить. Просто банановая. Банановая шутка. Просто хочется немножко пошутить. Если кто-то юмор не понимает, это, конечно, очень обидно бывает. Очень бывает обидно, когда люди юмор не понимают. Но на деле, конечно, очень надо отнестись серьезно и поразмышлять над всем происходящим. Ну что, какой вывод подведем? Что мы еще не затронем? Тема-то большая вещь. Бог все сотворил. Все, что мы видим в данный момент, хотя бы в данный момент, мы должны понимать, что оно творение Божие. Но я бы еще добавил то, что вы видите, но тоже временно. Ибо в Слове Божьем написано, что стихии разгорятся и все сгорит. То есть сгорят эти планеты и в огонь превращаются. А Солнце, раз оно само в огонь, да? То есть планеты, которые сегодня не огонь, станут огнем, а Солнце, которое огонь, при повышении оно расплавится. То есть Солнце расплавится и планеты, которые сегодня не огонь, превращаются в огонь. И раз это шторками все закрыто, как бы да, то здесь этот огонь полностью остается. Как Слово Божие определяет озеро Огненное. То есть все растопится. И Солнце, и вот эти планеты все загорятся, в огонь превратятся, и все это вместе как бы сливается в одно озеро. И раз оно закрыто, здесь и остается навсегда дьявол, навсегда ангелы падшие и все люди, которые не поверили во Христа и перешли на сторону дьявола. То есть это все остается в этом озере, и это все будет закрыто. То есть сюда, я так понимаю, доступа больше не будет. То есть ни отдельный новый человек, ни одно населяющее другие планеты, существо или мироплантиалин, как иначе называют его, сюда достигать не будет. Они сейчас сюда не достигают, нет доступа. И в дальнейшем этого доступа тоже не будет. Вот столько Бог всего сотворил. А сейчас дальше он творит? Вселенная ограничена или нет? Ведь была теория сужения Вселенной. Сейчас ученые говорят о ее расширении. Давно уже расширение. Да. Ну была когда-то. Сейчас идет теория, что расширение. Но я вам просто конкретно задаю. Творит он сейчас? Ну да, если назван Творцом. Творил. А когда ты закончишься, это творение? Нет. Я тоже думаю, что нет. Вот это люди понять не могут. Люди ограничены. А Бог нет. Вот Бог не ограничен. И он тебе одни желает, чтобы ты ограничивался. Желает тебе вечно знать. Представляете, как написано, все новое Бог творит. Он творец. Это как художник. Вот он рисует картины. Он выражает эти картины. Выражает это себя, природу, все видящее. Выражает. И он не может остановиться у него за это постоянное творчество. А Бог, он творит все новое. То есть новые планеты, новые. Тем более, видите, это не сложно за три дня, за шесть дней. Это не сложно, это быстро все. То есть Бог творец. Это ему приятно. Приятно творить. Но люди, которые сегодня думают, что они пренебрегают этим, когда-то будет очень вам понятно все. Вы это все когда-то поймете. Но лучше раньше. Потому что когда это будет уже поздно, вы не сможете избежать уже сюда и озера Угненного. Потому что есть вторая смерть. Люди думают, а первая только смерть. А есть еще вторая смерть. Она страшнее. У людей две смерти неверующие. Первая смерть, когда умирает физически. А вторая смерть, когда Господь приходит, дает совсем новые тела совершенные, уже которые не умирали. Представляете? Вечное тело получаете. И остаетесь в огне. Вот это вторая смерть. Она гораздо страшнее. То есть вы будете вечно в огне. Люди пренебрегают этим сегодня. Они говорят, вы нас пугаете, вы нас постоянно чем-то запугиваете, чтобы вам что-то заиметь. Можете принимать, можете и не принимать. Но лучше, конечно, поверить, чтобы избежать этого. А так, ну это ваш вид решения. Мы же не можем повлиять. Мы же не можем сказать, что мы за вас решили. Мы за вас не можем решить. Вы свободны. В этом и есть творение Божьей. Мы же можем посмотреть. Вы свободны. Правильно. В плане выбора. Конечно, это все почитать. У вас есть интернет. Если вы, как бы, мои слова и слова кого-то из нас сомневаетесь, можете все проверить. Все эти научные разработки и открытия я прочитал на интернете. К сожалению, наше почему-то телевидение и другие следственные массовые информации, виде газет, которые куда-то по течке не читают, это почему-то не отображает. Учебники новые не отображают. Даже новые учебники это не отображают. Представляете? Но пока есть интернет, пока есть какая-то информация и так далее. Да, кстати, кстати, помните, года два назад построили в Швейцарии они что? Коллайдер. Да, дронный коллайдер. А зачем они здание построили, нет? Чтобы самим сотворить чем-то. Они хотели доказать, да, они хотели доказать, что не Бог сотворил Землю. И что? После того, как они запустили этот коллайдер, и все говорили, не запускайте, не запускайте, не взять, а повлиять на Землю, начали землетрясения. Начали землетрясения, там, где их не было. Полюса поменялись, холод пришел, и так далее. Вот, вчера тоже пошутили. Сейчас снег, Москву завалило снегом. На свечеем, откопались, нет, там, соседний снег у нас. У нас тихонько водит. Да, и говорят до конца марта будет. И вот вчера пошутили, шутка такая, говорит, чучело, которое сжигали на маслинцу, ожила, и отомстила. Потому что они-то сжигали, что, все, зима, уходи. Типа зима. Да, зима кончилась, мы ее сожгли. А она как отомстила всем. Что же вы сжигли-то тогда? Какой смысл был в этом? Потому, конечно же, вот это все. Лишь бы не до мая. Помолимся, помолимся. Чтобы Бог благословил хорошей погодой. Все относительно. Все всегда относительно. Может быть, этот снег нужен. Это мы с тобой, может быть, не хотим его. А для людей, которые садят что-то там, да, на земле работают, они, наоборот, сейчас радуются и говорят, мы снова эти у меня попитаются, как урожай. Потому что чем больше снега, есть такая пословица, тем больше проблем с уборкой. Нет. Больше снега, больше хлеба. Вот. Русская пословица. Больше снега, больше хлеба. Не вредим на стену. Иногда надо вспоминать. Ну, вроде бы обо всем поговорили, хотя тема очень, я еще раз говорю, большая. Вот. Мы желаем вам одного, чтобы вы были тверды, чтобы вы смогли понять, что даже если вы сегодня сомневаетесь в Господе, Он вас любит. Он вас любит и не желает вашей погибели. Подумайте. Придите к Нему. Мы вам очень рады. А за вас и за себя мы помолимся. Благодарим Господь за эту милость, быть в этом общении друг с другом, дай нам помощь и поддержку, и надавие. Храни нас Господь от всякого зла. Пусть будет твоя милость ко всем людям, кто сегодня услышал это слово или будет в дальнейшем записи смотреть, чтобы задумались, воздали тебе славу за милость, за твое творение. Ты творец, мы поклоняемся тебе, благодарим тебя за то, что и мы сотворены, по образу и подобию твоему. Благословение твое велико, и мы надеемся, что и надавием сможем восторгаться и радоваться всему, что ты сделал, и будешь еще делать для нас. Ты приготовил нам место, мы веруем, доверяем тебе свою жизнь и благодарим за все вечный Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да взятится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хреб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, и во Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Благодарю. Ну что, мы с вами прощаемся, мы еще остаемся здесь для общения. С вами мы прощаемся до завтра. Но, хотя еще и сегодня, извините, я не прав, 22.30, 6 утра завтра молитва. Приходите на сайт Эриджиастик ТВ. А завтра здесь молитвенное собрание. Впереди Пасха. Желаем помолиться, чтобы в эту Пасху Бог нас благословил и трудом, и радостью, чтобы мы могли многое совершить по Его воле. За это мы будем молиться, приглашаем и вас, чтобы в России Пасха прошла, как христианский праздник, а не язычество. К сожалению, многие люди видят в этом язычество. А мы приглашаем вас, чтобы этот праздник вы вспомнили о Голгофе, о смерти Христа и, главное, о воскрешении. Когда Он воскрес, и это принесло новую эру жизни людей, и новые стали люди заново рождаться. Пусть Бог благословит. Давайте попрощаемся со всеми, передаем вам привет Марату персонально. Ну и братья и сестры в Америке, кто-то сейчас смотрит. И всем, кто в Петербурге, в других городах России, мы всех вас любим. У нас камеры крутили Андрей и Алеша. У нас у нас две камеры, одна на трансляции прямой эфир, другая идет на запись. Будет все оставлено в хорошем качестве, и смотрите, я думаю, все молодые, красивые, особенно девушки у нас симпатичные, красивые. Можете в записи посмотреть, потом у вас в Ди качестве их. Ладно, Клёша, мама снимала. У нас девушки в Ди качестве, да? Нет, они хорошие пацаны. А у кого-то даже в Full HD. Но мы в Full HD не пишем, хотя имеем такую возможность по причине долгой загрузки да, с интернетом. Поэтому пока оставляем качество HD, потому что Full HD, мы, по сожалению, очень долго грузимся. А так, я думаю, что всех Бог сотворил красивыми, и независимо от камеры, мы рады, просто хотелось, чтобы вы тоже порадовались за нас, как и мы рады за вас. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok